В эфире программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно знать о жилищно-коммунальной сфере. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим о капитальном ремонте. Капитальный ремонт и переселение граждан из веткого аварийного жилья. О ходе выполнения обеих программ областные министерства отчитались перед федеральным центром. Госжилинспекция проверила готовность муниципальных образований к очередному этапу капитального ремонта. О результатах отчиталось перед председателем областного правительства. Взносы на капремонт являются не только обязательными. Они реально помогают гражданам улучшить качество жизни. Лидируем по всем направлениям. В ходе Всероссийского селекторного совещания по вопросам капитального ремонта и переселению граждан из аварийного жилья представители областных министерств отчитались перед министром строительства и ЖКХ России о ходе реализации в регионе обеих программ. Самарская область сохраняет темпы переселения граждан. В ходе реализации программы с 2013 года в область привлечено почти 2 миллиарда рублей от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 3,5 миллиарда. На эти средства переселено порядка 6 тысяч человек, а расселено свыше 100 тысяч аварийных квадратных метров. В 2016 году стартует четвертый этап программы. В ходе него планируется переселить 6,5 тысяч человек из почти 110 тысяч квадратных метров аварийного жилья. И областная программа капитального ремонта жилых зданий также набирает обороты. У нас сейчас реализуется второй-третий этап программы, так называемый. Первый этап у нас завершен. До конца года мы планируем завершить второй этап, в следующем году завершить третий. И, соответственно, из средств фонда на все пять этапов, которые у нас есть, привлечено около 2 миллиардов рублей. Темп программы сохраняется еще дополнительным этапом. Фонд в этом году выделил нам дополнительно 60 миллионов рублей. То есть это чистая экономия бюджета области. По капитальному ремонту, о чем сейчас мы будем докладывать в федеральный центр, у нас позиции достаточно хороши. Мы находимся в первой десятке среди всех субъектов по выполнению и краткосрочных планов, это по количеству домов и по собираемости за капитальный ремонт. Как известно, выполнение областной программы капитального ремонта, виды работ, а главное их качество, тщательно контролируется на всех уровнях. Областная госжилинспекция проверила, как муниципалитеты готовятся к ремонту домов в следующем году и отчиталась о результатах перед председателем областного правительства. Подробности в нашем следующем сюжете. Дефектные ведомости на жилые здания, включенные в областную программу капитального ремонта, нуждаются в актуализации. Об этом на видеоконференции с главами городов и районов региона, проводимой председателем правительства Самарской области Александром Петровичем Нефедовым, сообщили представители госжилинспекции. Государственной жилищной инспекцией фонду капитального ремонта был выявлен ряд несоответствий. По состоянию на 4 декабря в адрес жилищной инспекции поступили дефектные ведомости от 34 администраций муниципальных образований Самарской области. И только 14 муниципальных образований в полном объеме исполнили поручение губернатора. До настоящего времени поручение со сроком исполнения до 10 сентября не исполнено тремя муниципальными образованиями. Это муниципальный район Елховский, Приволжский и Шанталинский. Не в полном объеме представлены в ГЖИ для согласования дефектные ведомости городского округа Самара, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск. Документы на капремонт из Волжского, Кенельского, Кенельчеркасского и Ставропольского района также являются неполными, отметили представители ГЖИ. В региональной программе должны также были найти отражения изменения состава многоквартирных домов, произошедших в течение года. В том числе исключены многоквартирные дома, признанные аварийными, и включены многоквартирные дома, вновь введенные в эксплуатацию в прошедшем году. А также учтены результаты проведенного мониторинга. Данные изменения отсутствуют в документах следующих муниципальных образований Самара, Сезар, Кенель, Черкасский. Эксперты областной госинспекции отмечают, что в дефектные ведомости порой включаются работы, которые к капремонту отношений не имеют. Например, замена сантехники, индивидуальных приборов учета, ремонт электрооборудования в квартирах. Руководители территории говорят, что у них документы в порядке. Тем не менее, председатель правительства дал поручение главам как можно оперативнее привести в порядок всю необходимую документацию. Я прошу прозвучавшие замечания, те районы, которые были названы, в ближайшее время устранить. Тем более, как Елховка говорит, там все нормально у него. Напомню, что по планам следующего года в Самарской области планируется привести в порядок свыше одной тысячи жилых домов. Капремонт набирает оборота. За два года в регионе уже привели в порядок свыше тысячи восьмисот домов. В следующем году областной фонд капитального ремонта планирует отремонтировать больше тысячи жилых зданий. О том, как работает программа и почему собственникам необходимо активно участвовать в ней, наш следующий сюжет. Изначально в доме номер семь на улице Скляренко должны были капитально отремонтировать кровлю. Но после общего собрания жильцов планка примонта скорректировали и приступили к замене инженерных систем. А до этого дом, как говорится, стены даже трескались, в подвале вода, грунт просаживался, чугунная канализация вся сгнила, трубы все забились. В общем, в очень плохом состоянии были. Ремонт продлился два месяца. Подрядчик рассказывает, что удалось сделать. Проведена замена отопления, с чего начинается. Снимали всю систему старую и заменили на полипропиленовые трубы с верхнего розлива до нижнего розлива. Это центральный стояк, от которого, так сказать, происходила разводка тепла. По точкам установки радиаторов. Кроме того, в доме произошла замена системы водоснабжения, канализации и электроснабжения. Заменена электропроводка, которая уложена в кабель-канал. И в итоге все изолировано. Это требование техники безопасности, пожарной безопасности. От обогревательных приборов должно быть не менее на 40 сантиметров все уложено. Все соответствует технике безопасности. Все работы велись под пристальным контролем представителей регионального фонда капитального ремонта. Были заменены инженерные системы дома. Это система канализации, холодной воды, значит, отопление и электрика. На данный момент, вот видите, сейчас все тепло, хорошо. Когда мы пришли на этот дом, отопление практически не работало. Люди замерзали. Все это было заменено, восстановлено, как видите, все чисто, аккуратно. Жильцы дома номер 7 не были равнодушными наблюдателями масштабных преобразований, которые произошли в жилом здании. Особенно активно в организации проведения ремонта участвовал актив, совет дома и его председатель. Почти ежедневно я присутствовал. Все решали рабочие моменты, чтобы время отпусков людей дома не было. Кто, как говорится, ключи оставлял, кого надо было по телефону вызывать, дачный сезон. Ну, были сложности, все решалось в рабочем порядке. Задержек с комплектующими не было. Вот рабочие ежедневно работали. Все было спокойно, в рабочем порядке. Жилых зданий, где работы по капитальному ремонту уже выполнены, в регионе свыше восьми сотен. Еще в тысячи работы завершены. До конца текущего года совместные комиссии с числа жильцов и представителей регионального оператора должны их принять. Только после этого подрядчики получат деньги за ремонт. В следующем году темп будет только нарастать. В рамках областной программы планируется привести в порядок еще свыше тысячи домов. Так что Самарскую область не зря ставят пример другим регионам. Глядя на масштаб развернутых у нас работ, а главное качество, с которым ремонтируют собственный дом, многие собственники начинают по-новому относиться к идее капремонта. По качеству, по срокам – это сказка. Поподробнее эту сказку расскажите. Сейчас, секундочку. Значит, ремонт шел, ремонт шел. Всего-навсего месяц, максимум плюс три дня. Поэтому все свелось к фасаду. Это быстро, это вежливо и профессионально. Ну, результат. До начала работ в собственном доме, говорит Владимир Иванович, который является председателем Совета многоквартирного дома, ни он, ни его соседи радушных надежд относительно программы капитального ремонта не питали. Достаточно посмотреть на фотографии двухэтажного одноподъездного домика, в котором они жили до ремонта. После окончания работ точка зрения поменялась радикально. Ну, я так думаю, что это элементарно. Это видимость результата. Результат налицо. Мне 63 года. 30 лет, когда обещали, что платите 30 лет, и вы получите результат. Но я хочу увидеть воочию. А так как в нашем доме практически проживают такие же, как я, за небольшим исключением, ну, мы увидели результат. И нас это вполне устраивает. Платят все. Как сообщили нам в областном фонде капитального ремонта, в настоящее время уровень сбора платежей в регионе превышает 57%. Показатели намереваются серьезно улучшить. Для этого фонд развернул масштабную работу с должниками. Каждый собственник на квартирном доме, за исключением аварийных домов, обязан уплачивать взносы на капитальный ремонт в соответствии с жилищным кодексом. То есть отсутствие заключенного договора между собственниками и региональным оператором не освобождает собственников от оплаты. То есть обязанность возникла в Самарской области с 1 августа 2014 года. И каждый собственник обязан платить именно в соответствии с жилищным законодательством. Наряду с платежами за жилищно-коммунальные услуги возник платеж за капитальный ремонт. В настоящее время фонд капитального ремонта подготовил 70 исков в суд на особо злостных неплательщиков. 17 из них завершились досрочно. Ответчики предпочли погасить задолженность, не доводя дело до заседания. В будущем фонд намерен продолжить претензионную работу. В успехе тут не сомневаются. Взносы на капремонт приравнены к коммунальным платежам, а к должникам такого рода суды, как правило, беспощадны. Хотелось бы рекомендовать все-таки собственникам добровольно погасить эту задолженность и не накапливать долги, потому что в любом случае придется оплачивать. Законодательство есть, не поменяется. И лишние вот эти походы в суд не собственникам и не нам, конечно, не нужны. Остается добавить, что платеж за капитальный ремонт платить несравненно легче. Ведь если дело дойдет до суда, то с должника взыщут пене, судебные издержки. А это уже гораздо большая сумма. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете разобраться со своей управляющей компанией или недовольно работает СЖ, пишите нам на электронную почту. До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния».